Так, уже пакет из фикс прайса большой, пятерочки пакет, еще в ларек надо зайти. В процессе приготовления начинаешь уже импровизировать. Все, теперь я довольна. На этом все. Да, не все, мне надо будет отвезти на тренировку ее, потом подождать с тренировки. Ну, тебе понравилось на море? Да, очень. Просто такая была хорошая. Всем доброе утро, девочки мои. И вышла в магазин, и вот одела сегодня сарафан. На улице тепло, теплая такая, прям благодатная такая температура. 27 градусов на улице, и дома такая же температура. Я решила одеть сарафанчик, и в сарафанчике просто кайфую, кайфую, не могу. Так, ну я хочу купить продукты, там кое-что в фикс прайсе зайти надо купить, в ларек надо зайти купить, овощи там, какие-нибудь фрукты. В общем, в разные места хочу зайти. Ну, пойдемте, что смогу, покажу. Девчата, зашли мы в фикс прайс. Я тут пробежалась немножко, хочу вам просто кое-что показать. Носки женские. Вот мне что-то понравились такие, но они, правда, хлопок, не хлопок, не совсем хлопок. Ну, красивые, моднячьи, я смотрю, и они из разных цветов. Чёрные, голубые, розовые, беленькие даже есть. Прикольные. Вот у кого кроссовочки такие, вот такие бы купить было бы хорошо, да. Я смотрю, есть мужские тоже, мужские тоже разных цветов есть, но тут уже побольше размер. Так, ну, преобладает тёмный, серый, чёрный цвет. Носки мужские стоят 99, женские тоже стоят 99. Меня ещё вот такие вот носочки заинтересовали. Смотрите, это тоже с ажурными какими-то кружевами. 77 рублей стоит тоже разных цветов. Ну, прикольненько. В пластиковой посуде, я смотрю, появились вот такие вот салатники, 55 рублей стоят разных цветов, прикольные. Вот такие бокальчики, вот это если на природу пойти, ну, взять, вот кружечки есть тоже, не разобьются. Вот такие контейнеры разных размеров. И недорого, 27,50 стоит на литр. Поменьше есть где-то там ещё, я взяла один. 25 рублей, 13,70 стоят маленькие. Маленькие как бы мне не надо. Ещё вот такие есть контейнеры. Вот такие, а ну это не контейнеры. Я смотрю, появились вот эти доски гибкие, вот на которые я готовлю. Мне очень нравится разделочная гибкая доска. И вот я думаю, может взять мне ещё одну такую, какую-нибудь другого цвета, может быть. Просто интересно. Такая она удобная, гнётся на ней ездить. Пусть будет запасная. Ещё одна. Есть тут разные шляпки для женщин, для детей. Панамочки. Разные тоже есть. И такие вот шляпеньки. Появились кастрюльки алюминиевые. Но вот такая у меня есть, я в магнит косметик брала. Здесь она стоит 199 рублей. А вот эта на 2 литра, 2,5, 249 рублей. Маленькая на 1,5, но вот на 1 литр как раз мне она нормально, молоко вскипятить. Мисочки есть. Это походный вариант, наверное, если поход куда-то идти. Миска 99 рублей стоит. Что тут новенького ещё? Ну, вроде бы так, не особо новенькая. Вот это что-то такое интересное. Для ребёнка, наверное, 55 рублей, стакан с трубочкой. И тут такая штука прыгает. Это, наверное, детский вариант вообще. Вот эта бутылочка для воды открывается. Вот она, такая вот штучечка в ней. Бутылочка с трубочкой. И закрывается. Кстати, вот эти бутылочки, ну, она 320 миллилитров, 99 рублей стоит. Вот такую бутылочку в сумочку кинуть можно. Она закрывается плотно, вода не вытекает. И попить где-то в дороге. Была бы она чуть-чуть поменьше. Какая-то она громоздкая. Я хочу в сумочку себе тоже бросить. Такой вот стаканчик какой-нибудь. Так, посмотрим продукты. Ой, вкусная соль юдированная. Что-то в магазине юдированной обычно нету. Так, ладно, соль пока есть. Вот для суставов. Но суставы у меня ещё пока что ещё есть. Бальзамчики. Овсяную кашку я взяла ещё себе. Так, не хочу конфеты. Конфеты не хочу. Здесь что новенького? Корзинки кое-какие новенькие появились. Но пока что корзинки у меня в список не входят. Я сегодня по списку пришла. Чтобы лишнее время тут не ходить, не болтаться. Пришла по списку. Вот на дверь вот такие штуки разноцветные. 77. Есть. 77 рублей стоят. И цвета разные. Я себе взяла такую. Хотела давно уже. На дверь повесить, когда я бельё отпариваю. Чтобы вешалки сюда вешать. Вот такая интересная штука. 55 рублей. Жёсткая-жёсткая. Это что-то чистить. Я пока ещё не придумала. Что? Пока не беру. Прям заинтересовала вещь меня. Щётка такая. Серьёзная щётка. Прям хорошо всё чистит. А вот это интересно. Чехол для телефона. 55 рублей стоит. И он как бы что? Вода не проницаема. Да нет, он проницаема. Ну просто может быть от песка. Если на пляж пойти. На верёвочки, чтобы не потерять. Вот такой вот чехол интересное дело. А вот я смотрю такой походный вариант. Шахматы-шашки. 149 рублей. У меня тут наборчики лежат. И вот это с собой брать. Только вот из чего он и сделан, я не пойму. Ну вот в дорогу, если куда-то. Или на природу. А вот это интересно. Что это такое? Ну-ду с сеткой. Это вот такая вот штука. Она вот как пенопластник, она мягкая. Жёсткая губка, скажем так. Такой материал. И вот она вот садится сюда. Тут сетка. И плавайте все себе в бассейне на здоровье. Но интересная, прикольная штука. Вот она собирается, как нарисован. И поскольку стоит, я тут цены не вижу. Вот ещё контейнеры складные. Что это такое? 800 миллилитров становится контейнер. Стоит 199 рублей. А есть поменьше 550 миллилитров, 149. Вот только из-за того, что он складной, он стоит из-за этого дороже. Ну, крышка, конечно, вот такая вот. Закрывается. Надувной круг. Сколько он стоит? Что тут я не вижу цены? Сердцем. Сердцем формочка сделана. Так, цены не вижу пока. Надувная баскетбольная корзина. 199. Ну, крупная она тоже так же где-то стоит. Вот детишкам забава. Игровой набор светящейся вертолётики. Так бросаете, он должен светиться. Дочка, по-моему, такую же брала. 149 рублей. Нехлопающиеся пузыри. Интересное дело. Там видно такая густая мыльная штука, как гель. 77 рублей стоит. Но пузыри, чтобы не хлопали, не хлопались, это интересно уже. Это интересно. Вообще, мыльных пузырей тут полно. Я смотрю, игровой набор. Футбол мыльными пузырями. 199 рублей. Ну, вообще, тут разные мыльные пузыри есть. Так, ладно, надо топать дальше. Так, ну и любимое мороженое. Как же его не взять? Сейчас в лето в самый раз. Всё, иду на кассу. Дома покажу, что взяла. Цены на мороженое ещё не изменились. Они так же и стоят, как и стоили. Недорого. Моё мороженое стоит 25. Так, уже пакет из фикс прайса. Большой. Пятёрочки пакет. Ещё в ларёк надо зайти. Опять, девочки, набрала сумки. Ну, что делать? Вот такая натура. По-другому не могу. Вот это я ещё в ларёчке взяла. Ну, сейчас я вам покажу. Всё по порядку. Домой зашла, сразу включила на полную сприт-систему. Потому что на улице сейчас уже, вон сколько, 30 градусов почти. В общем, там жарко, душно. И я всё, закрыла окно. У меня здесь тоже жара. У меня тоже 28 градусов. Хотя, вообще, всего сейчас 12, только 12 часов. Это вообще ужас. С утра уже жара. Так, ну, в общем, в пятёрочке я перестала брать овощи, фрукты. Ну, там можно яблоки, если что, взять. Сейчас беру всё в ларьке, всё свежее, всё только с земли, не парниковое, ничего. Короче говоря, сегодня овощную рагу хочу сделать. И вот это я взяла в филе. Это бедра курицы. Без кожи и без косточки. Вот беру такое, мне нравится. Вот немножко возьму и сделаю вот это овощную рагу. Но я сделаю чуть-чуть с курочкой, чтобы она не была пустым. Булочки мне понравились с маком. Очень много мака. Там вкусные такие, аютинские булочки. Классные. Взяла две штучки. И взяла две штучки сметаны. Сметана по акции, там, она 69 рублей стоит. Но у неё срок годности до 7 июля. Ещё три недели. Так что я взяла уже две сразу. Сыр российский. Он подорожал на 2 рубля. Было 39 рублей, 100 грамм. А сейчас 41 рубль 100 грамм. Ну, копейки я не запоминаю. Ну, масло беру такое обычно. Так, взяла вот эти вот ватные диски. И аютинский хлебушек, как всегда, отрубной. Так, ну что в ларёчке по ценам. Огурчики у нас вот такие по 60 рублей. Там ещё есть по 130. Ну, они не знаю, чем они там особо отличаются. Другой сорт, в общем. Розовые помидоры. Это вот эти я уже взяла по 120 рублей. 80 рублей кабачки. Перец, по-моему, 120 рублей килограмм. Ну, я взяла одну штучку, потому что замороженный перец у меня есть. Это я взяла для салатика свеженький. А замороженный я в рогу положу. Пора уже его использовать. Петрушка, укроп. Я беру, честно говоря, весовой. Я даже не спрашиваю, почём. Вот. И 300 рублей черешня. Ну, черешня такая же красивая, вкусная. Крупная, сладкая, которую я брала в прошлый раз. 300 рублей дорого. Хотя одна женщина сказала, что на конечной по 250. Ну, у нас здесь нету конкуренции. Ларёк один стоит рядом с домом. А целую остановку пилит туда-сюда. Из-за того, чтобы чуть-чуть дешевле купить, я не стала. Не хочу. Вот. Так что я сейчас оставлю кабачки, помидоры. Что там ещё надо, достану. И буду готовить овощное рогу. Ну, с филе курочки. Так. Ну, что, девочки. Приступим, что ли. Я нарезала лучок. И нарезала курочку. Так. Включаем мультику. Режим жарко. Всё. Добавила туда чуть-чуть масла. Сейчас лучок обжарим с мясом. Вот для мяса, кстати, удобная вот эта доска. Вот с такими вот выемками. Сюда стекает вот эта вот вода, чтобы она не текла на стол. Чуть-чуть обжарится лук. Туда закину мясо. Добавила. Достала я с морозилки, девочки. Вот это то, что заготовила я на зиму. Это вот этот болгарский перчик. Вот у меня порезан кусочками. Я не стала брать свежий, потому что, ну, нужно уже этот разрасходовать. Поэтому я его, ну, весь, не весь, не знаю. Может быть, весь много будет. Посмотрю. Достала я его, чтобы он немножко отошел. Посмотрю, разрыхлю его, сколько это будет. Так. Ну и, в общем-то, сейчас начну уже нарезать кабачок, помидор и одну картофелину. Так. Лучок уже чуть-чуть поджаривается. Добавляю курицу туда. Надо помешать. Так, ну, это я стою помешиваю, в общем, периодически. Буду резать уже все. Девочки, решила пока взять по одному. Один кабачок, одну большую картофелю, один большой помидор. А там уже посмотрим, сколько, может быть, добавить чего-то нужно будет. Ну и все, нарезаю все это кубиками и вперед. Я такие средние кубики не очень маленькие делаю. Это не икра, это равный кабачок. Так тоже для удобства режу, как будет сначала. Ну, тоже крупные картофели. Кабачка, если будет мало, я его добавлю. Вот так у меня второй еще есть. Просто мне надо, чтобы крышка-то закрылась. А то я вечно, бывает, понарежу сначала, а потом крышка не закрывается полная получается. Сейчас нарежу и посмотрю, может, чего добавлю еще. Может, не придется, но еще добавлю. И вот так вот все. Так, девочки, посмотрела я, у меня тут половина чаши. Я решила еще один кабачок сюда добавить. Можно было бы добавить, конечно, картошку, но я что-то не хочу сейчас. Картошка за зиму надоела. Вот, кстати говоря, сейчас отделила вот половину вот этого перца. Я думаю, половину хватит. Его здесь достаточно, он уже нарезанный, при том, что он уплотненный. И мне еще останется совсем чуть-чуть на один раз приготовить. Перец уберу ее в холодильник, в морозилку. Все, сразу убираю. Так, ну и что, да, я уже включила режим тушения. Добавлю сюда чуть-чуть водички, прям буквально, не знаю, полстаканчика где-то. Потому что я люблю, когда сок дает, дает, когда сок кабачки там. Вот, и что я хотела сказать. Картошку можно было бы добавить, но кабачки уже недорогие. Я прямо уже хочу кабачков. Я прям люблю летом кабачки. Икру из них делать, и рогу из них делать. И все, борщи надоели, супы надоели, все надоело. Уже хочется прямо овощи есть, побольше овощей, витаминчики. Вот. Так что я решила вот эти кабачки туда пустить. Делать овощи надо будет побольше чуть-чуть. И все. Так, что еще туда? Зелень потом, но я чуть-чуть попозже зелень положу. Кабачки добавляю. Вот. Как раз получится нормально. Еще по большому помидорчику. Можно целый, можно половину. Сейчас посмотрим. Помидоры тоже. Вот эти помидоры, они не кислые. Я, кстати, даже забыла уже, что бывают помидоры другие. Я уже по привычке беру розовый помидор, я уже когда дома подумала о том, что можно было взять помидоры подешевле. Потому что они все равно в качестве томата, ну, забыла. Обычно на булочке, на суп, если куда-то надо, мне что-то я тушу. Помидоры я беру такие подешевле, которые можно порезать на томат пустите. А я вот дорогие сейчас пускаю сюда. Ну, что делать? Других нет. Хочу помидоров свежих. Не хочу ложить сюда томат. Томат не хочу. Так. Вот это помидорчики, возьму его половину сейчас. Так, раз. И половинчик туда закинем еще. Потом посмотрю, может быть я перец болгарский еще добавлю. Не знаю еще. Так, ножик надо наточить. Хотя режу формально еще. Все. Отлично. Вавровый листик закинем туда один. Но уже когда сок все это даст, посолю попозже. Зелень пока приготовлю. Сейчас нарежу зелень. Зелени побольше жалеть не надо. Так, нарежу я весь этот помидор. Вот такая я. Думала, думала, наконец-то придумала. Помидору лучше там пускай будет. Вот так вот по мере приготовления и трудно сказать, сколько, какое количество. Все это происходит в процессе, в процессе приготовления. Начинаешь уже импровизировать. Все, теперь я довольна. Теперь мне все устраивает. Все, закрываю крышку и ждем. Ну, где-то, может, полчаса пройдет, потом посолим. Так, там у нас водичка уже кипит. Я слышу, уже кипение происходит, бурли. Ну, сейчас я нарезала вот зеленый лук, петрушка, укроп. Ну, люблю побольше зелени. Зелень я брошу в конце, где-то минут за 5-10 вот так, чтобы она перекипела. Ну, в общем-то, все. Сейчас осталось мне вот подождать немножко, там усядется кабачок. Тогда я посолю и перемешаю все. И буду ждать окончания программы. Так, 40 минут осталось до конца. Я думаю, помешать мне хочется. Вот, оно уже сок дало, все плавает в этом, в своем соке. Сейчас все это помешает. Заодно и посолю. Вкусная соль. Можно и поперчить сразу. Все, теперь все это перемешать хорошенько. Ой, как пахнет вкусно. Не передать словами, девочки. Очень вкусно. Очень вкусная вещь. Все. Все, только зелень добавлю. Больше ничего сюда добавлять не буду. Девочки, я побыстрее начала готовить. И забыла вам вообще показать, что я взяла в фикс прайсе. Короче говоря, по 77 рублей. Это прокладки ежедневки. Вот это вот вешалка, крючок. На дверь повесить. И вот мне белье отпаривать удобно. Ну, по крайней мере, вот эти вешалочки сюда. Ну, попробуем. Взяла еще одну доску, но она отличается от моей тем, что здесь вот гладкая очень поверхность. А там, на моей, она немножко шероховатая. Но я думаю, что это не имеет особого значения. Нарезать можно и на этой. Но вот она такая гнущаяся, классная. Я взяла опять овсянку. 10 пачек взяла разной овсянки. Но мне она понравилась. По 5 рублей недорого. Состав здесь вообще натуральный, девочки. Здесь просто вот овсянка, немножко сахара и сухофрукты. Вот вообще ничего нету. Где тут состав? Покажу вам крупно. Хлопья овсяные, не требующие варки. Сахар, чернослив сушеный. Все, слива сушеная. Тут даже... А, ну, сахар есть чуть-чуть, соль есть чуть-чуть. И во всех остальных пакетиках то же самое. В общем, никакой химии нету. Все, что нужно, есть. И еще по 55 рублей я взяла. Вот такой вот набор ручек. Ручка красная мне нужна была. И здесь вот синяя есть. Еще такой же набор есть. Ручка-линейка, видите. Есть еще просто черная и красная. Но я синюю и красную выбрала. Взяла отрывной блокнотик. Ну, блокнотик такой со спиралькой. Тоже 55. Здесь много листов очень. Ну, обычно я пишу себе список. Перед тем, как идти в магазин, пишу, что купить. В общем, для заметочек, для этого нужна. Салфеточки вот такие у меня закончились. Я люблю в фикс-прайсе брать. 55 рублей стоит 180 штук. А в пятерочке я беру другую пачку обычно. Вот эта вот пачка из пятерочки. Здесь 100 штук. Но стоит она дороже. Выгоднее брать в фикс-прайсе салфетки такие. Бутылочку воды, негазированную, 10 рублей стоит. Сумочку бросила и побежала. Взяла парочку вот таких контейнеров. По 27 и по 25 вот такой один взяла. Ну, попробую. Их, во всяком случае, можно один в один складывать. И удобно хранить будет их. Так, девочки, ну фикс-прайс без косяков не может. Ручка красная пишет синим. Ручка синяя тоже пишет синим. Но пишет хорошо. Единственное, что могу сказать, пишет хорошо. Линеечка тут на 8 сантиметров. Если что, можно так приложить одну ручку. А вторую там что-то отмерить. Но мне нужна была красная ручка. Вот беда. Придется красную отдельно как-то покупать. Вот сложила я три контейнера. Видите, маленькие и два побольше. И три крышки. Вот они складываются. Я поэтому вот взяла так, что их хранить удобно. Что много места не будет занимать. Ну и вот я на дверь шкафчика. Я специально подобрала такой цвет, чтобы оно не бросалось в глаза. На дверь шкафчика повесила. А теперь вот можно вещи, которые в шкафу, чтобы не мялись, которые часто одеваю, можно повесить вот так сюда. Или отпаривать здесь тоже удобно. Все, девочки, вот такая вот вкуснятина у меня получилась. Пускай немножко остынет, и я уже сажусь обедать. Смотрите, девочки, вчера я сделала маки. Полностью за целый день сделала всю картинку. А сегодня начала уже последнюю, пятую картинку делать. Ну вот начало только голубое небо, и дальше уже буду делать, когда будет время. Сейчас бегу за Настей в детский сад. Вышла, девочки, смотрю, розочки такие красивые. И там вот цветочки, тоже одна розочка красивая. Надо сфоткаться. Как бы так на фоне розовых роз сфотографировать. Садилась сегодня девочке вот такое вот платье оранжевое, новенькое. Ну и решила в нем пройтись в садик. Решила уже обновить свои обновки. Надо же их когда-нибудь одевать. Я смотрю на экране, как будто желтый цвет. На самом деле такой вот яркий цвет. Апельсин называется цвет. Хотя, может быть, даже морковка. Вот так вот. Сейчас Настю отвожу на тренировку. И все. На этом все. Да, не все. Мне надо будет отвезти на тренировку ее, потом подождать с тренировки. Ой. Раньше сын ее забирал с тренировки. А сейчас тренировка заканчивается. Начинается раньше и заканчивается раньше. Насте там нужно ждать полчаса, чтобы она там не сидела одна. Я буду сидеть все два часа и ждать, пока у нее тренировка закончится. А потом передать ее из рук в руки сыну. Девочки, прохожу. Здесь столько цветочков сейчас. Дождик прошел. И они прям такие яркие, красивые. Хочу поснимать вам. Вот такие цветочечки. Я уже многие цветочки прошла. Васильки голубые. Красивые прям. Пачечкой росли. Вот ромашечки. Маленькие такие. Маленькие такие ромашечки. Вот это я не знаю, что это за растение. Какое-то экзотическое. Но это кипарис. Это мы знаем. Вот небольшая клумбочка, но такая аккуратненькая. Такие вот растения тоже здесь стоят. Вообще люблю, девочки, цветы. Цветы люблю, обожаю. Я когда их вижу, я все время на них любуюсь. И мне хочется их снять, чтобы вы тоже полюбовались на них. Смотрите, девочки, за забором такой огромный кустарник. Или их там много, этих кустарников. Прям розы, розы, розы. Кусты роз. Прям класс. О, а вот тут вот что? Вишня, она еще зеленая. Вот с утра я выходила в магазин. Говорила вам, жарко, душно. Я сплит потом включала. И все. Потом раз-раз дождик пошел. И сейчас вот свежо. Но не холодно. 26 градусов. Такая прям комфортная температура. Но не душно, по крайней мере, уже. Уже просто свежо и хорошо. Иду, наслаждаюсь свежим воздухом. А это, девочки, поганки какие-то растут. Фу. Иду я опять мимо интерната, где мы смотрели тогда, недавно совсем, вишня-черешня. Я поняла. Я просто увидела уже поближе деревья. Вишня-черешня. Да, у черешни крупные листья. И они какие-то такие продолговатые. Вот, например, вишня. Вот она стоит. Вот это вишня. И у нее, ну, другие листочки, в общем. Но здесь много. Вот, вот. Вишня такая еще, розовенькая. Вот тоже дерево. Ну, там есть и черешня. Хотя вишневых деревьев больше, я смотрю. Черешни мало. У черешни, да, у нее еще вот черешня. Вот черешня и рядом черешня. Вот справа вишня, а слева черешня. И у них ветки даже разные. У черешни длинные ветки такие, какие-то длинные. А у вишни как будто они покороче, но их много. В общем, они отличаются, если рядом посмотреть на эти деревья. А вот деревце небольшое, но на нем, смотрите, сколько много плодов. Во! Во, как видно, да? Прямо куча плодов уже на этом дереве. Можно прямо уже снимать. Ну, там кислятина, наверное, сейчас. А вот прохожу мимо. Такие вот цветолечки. Оранжевые такие. Вот я люблю такие цветочки. Классные. Ну, и на дереве розы. Но они уже, правда, отходят. Всем привет! И вы уже знаете, что у меня 6 лет. Но у меня в садике еще и шестой зуб выпал. Хотите посмотреть? Вот такой вот маленький-беленький. Видите? Расскажи, как на море съездила? Очень хорошо. Я даже обгорела. Там было очень весело. Купалась? Да. А как ты купалась? Быстро-быстро? Ну, я не умею купаться. Так что я плавала просто так. Ты даже плавала? Да. Ну, я не плавала. Я просто держалась носками. Я вот так вот болтыхала руками. Замерзла, когда плавала? Ну, я не замерзала. Только я замерзала, когда я плавала, 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 потом замерзла. А потом пошла загорать и опять стала жаркой, да? Да, да. Ну, тебе понравилось на море? Да, очень. У нас такая была хорошая... Ну, бассейн там был дома. Но мы в бассейне не купались. Потому что он был очень глубокий, а я не умею плавать. Ну, там, конечно, были всякие подушки, все такое. Но родители не хотели, чтобы мы купались в бассейне. Ну, понятно. В общем, я рада за тебя. Ты тогда хотела, помнишь, говорила, на море хочу, когда мы с садикой с тобой шли? Да. И в тот же день и поехала на море. Ладно, Настюля, здесь очень громко, машины ездят. Мы едем на тренировку. Да. Девочки, Настя стояла на тренировке, вышла пройтись по магазинам. Смотрю такое объявление. 17 июня будет запрещена продажа алкогольной продукции. Во всех магазинах, супермаркетах. А что это за праздник такой 17 июня? Я что-то не знаю. Видите, я в оранжевом каком платье. Так, девочки, здесь выпечка. Я здесь, кстати, брала уже какие-то полуфабрикаты. В общем, мне здесь понравилась продукция. Что тут еще соленья всякие разные. Еще полуфабрикаты готовые. Надо сейчас посмотреть, что-нибудь купить. Вот, а тут кругом мясо. Мясо, мясо, мясо. Разная всякая. Говядинка. Кстати говоря, вот сцены вам видно? Говяжьи. Слинина. Так, а это индейка, да? Индейка. Очень много специй всяких разных. Вот для любителей готовить. Все, что хотите. Так. Ну, тут курочка есть разная. Есть, кстати, вот такая желтенькая прям. 219 рублей килограмм. Есть бройлеры. Фарш я тут не брала, не скажу. Так. Девочки, набрала полуфабрикатов. Всяких там и булочки, и какие-то там котлетки, что-то там взяла. Вкуснятинки всякие разные. Вот это Кущевский мясокомбинат. Кулинария, пекарня здесь находится. Они тут же готовят, все свежее продают. Ну, может быть, не все готовят. Ну, в основном. Так, магнит. Магнит нужен мне, не нужен. Я прям не знаю. Что еще есть? Надо пройтись, посмотреть. Времени еще полно. И надо это время провести с пользой. С пользой. Так, маркет. Маркет чего? Маркет пива. Ну, я пиво не пью вообще, как и ничего не пью. Аптека социальная вижу. Автозапчасти. Тут офисы какие-то. Пинта. Маркет. Так, ну вот мне тут ничего не нужно. Я не знаю прямо. И автозапчасти мне уже не нужны. Магазин, бригад. Автозапчасти. Так, а дальше там, а дальше там вот эта поликлиника, куда дочка водит Денечку. Сама туда тоже ходит. Плюс вот этот вот. Так. Короче говоря, пройдусь. Сейчас зайду магнитом. Что там еще есть внутри, надо посмотреть. Так. Тут внутри аптека есть. А вот это для животных продают. Там, наверное, бесплатная доставка зоотоваров. Будут, кстати, там всякие принадлежности для животных. И магнит. Магнит не знаю. Идти, не идти. Что я там делать буду, не знаю. Мне, наверное, ничего не нужно уже. Решила зайти в этот магазин. Сейчас я оставлю сумочку. Возьму что-нибудь там, посмотрю. Салфетки, в любом случае, мне надо купить. Потому что я хочу съесть какую-нибудь булочку. А салфетки я не взяла. Наконец-то я увидела юдированную соль. Я уже в последнее время, я не знаю, наверное, недели две-три, ни в магните, ни в пятерочке не видела юдированную. Обычная, вот в синей есть. А в красной не было. Я уже думаю, что такое случилось? Соль пропала, что ли? Вот я взяла. Видите, не зря зашла. Попалась соль. И так всегда бывает. Что-то раз, попалась, и берёшь. То, что вообще не планировалось. Так, я, наверное, голодная. Что-то я смотрю, варенье хочется мне. Чего-то вкусненького. Я не знаю, что-то мне есть хочется, короче. Я, по-моему, голодная. Я не вижу здесь салфеток вообще. Мне нужны какие-то салфетки влажные. Ну, чтобы руки протереть. А, я могу их помыть. Всё отлично. Так, ну а что здесь можно взять? Может быть, сухие салфетки взять? О, девочки, что я увидела? Клешни, краба. Вот, я смотрю. Это они не настоящие, что ли, имитированные. Клешни краба не ела никогда. Раки ела, но крабов нет. А это я прохожу, смотрю, здесь какие-то печенюшки, конфеточки продают. Я смотрю, водка написана. Думаю, что это? Вижу, нарисованы конфеты. Конфеты с водкой, что ли, получается? Ничего себе. Детей спаивают, да? Всё, мы вышли с тренировки. И ждём папу. Папа должен сейчас подъехать, забрать нас, подобрать нас. Настюля проголодалась. Я ей булочку с яблоком дала. И всё. И папа отвезёт меня домой, а потом тебя домой. Всё, девочки, я пришла домой. Хочу показать, что я вам взяла в этом магазинчике, который я показывала, там, где выпечка. Я вот такой вот пирог, рулец, или как, рулец с маком. Я такой уже брала. Очень много мака. Здесь такой он классненький, вкусненький. И я помню, что я брала его, я половинку съела, а потом не выдержала и вторую половинку заточила. В общем, классненький, вкусный. 65 рублей он стоит. Так, что ещё? Сочники по 35. Кажется, да? Сочник 35, да. Сочники по 35. Ну, тоже я брала. В общем, взяла, пусть будет. Чебуреки я взяла, жареные. Чебуреки я не пробовала ещё, но попробую. Так, сколько они тут стоят? Короче, 46,55 стоит 2 штуки. 240 рублей килограмм. Вот такой рулет я брала, пробовала. Яичный рулет из сыр, там, с зелень, с чесноком. Вот такой вот закрученный. Ну, в общем, короче говоря, нормальный вкусный рулетик. 260 с чем-то рублей стоит килограмм. Ну, вот два штучки на 72 рубля потянули. Здесь два рулетика. Чуть-чуть они у меня сумочки придавились. В общем, взяла. Не стала уже варить свеклу, потому что, ну, что из-за одной свеклы тут жару разводить, пар будет, всё такое. Салат из свеклы с чесноком. Я брала, он довольно-таки вкусный. 160 рублей стоит килограмм. 42 рубля стоит 250 грамм. Ну, нормально. Так, две котлетки взяла. Правда, полкотлетки я уже там съела. Снямкала. Котлета свиная, дачная написано. Свиная, мне сказали, котлета. Вот, стоит 319 рублей килограмм. Две штуки 75 рублей. Нормальные котлеты. Прям разогреть было бы ещё вкуснее. Я холодные поела. Так, ещё я брала две булочки. Одну с картошкой и с ливером, написано, с печёнкой. Я съела. И булочка с яблоком для Насти по 35 рублей. В общем, вкусные булочки, хорошие. Ну, мне нравится их. Вообще, выпечка вся эта, приготовление. Ой, всё, девочки, подустала. Я чуть малюха рассувала продукты. И мне даже повтыкать не хочется. Ну, у меня спина немножко побаливает. Я пока Настю ждала. Я аж там сидела. Ну, немножко прошлась по магазинам и сидела. А я не могу долго сидеть, не могу долго на ногах. Мне надо периодически лежать. Ноги вытягивать. И чтобы позвоночник мой отдыхал. Вот. Ну, я думаю, этот вопрос решим. Это всё будет нормально. Это только так. Сегодня так получилось. Ну, завтра я буду втыкать уже свои алмазные штучки. Я называю алмазные штучки, мне кто-то пишет в комментариях. Это не точечки. Это алмазные алмазики. А я сказала точечки. Ну, мне хочется назвать точечками. Ну, почему нельзя точечками назвать? Что меня всё время поправляют. Мне хочется немножко иногда игру слов такую. Знаете, вот игра слов. Что-нибудь сказануть такое. Потому что всё время правильно говорить, но не хочется. Это же скучно, наверное. Ладно, короче, сегодня я буду уже отдыхать. Телевизор вон смотрю. Посмотрю телевизор и буду спать. Завтра увидимся и продолжим наше видео, наш влог. Спокойной ночи. Тишина такая. Доброе утро, девочки мои. И я проснулась. Ой, как на улице хорошо. Шесть утра. Тихо. Температура 21 градус на улице. Классно. Страна ещё спит. Просыпается только. Птички. Послушать птички так приятно иной раз. Ну что, девочки мои, мы проснулись. Сейчас я пью кофе. Сегодня дождик пойдёт. И я посмотрела прогноз погоды. Завтра будет целый день ливень. Послезавтра тоже дождик. Ну, дождик такой будет, видимо, небольшой. Временами. Вот. Ну, по крайней мере, у меня сейчас ещё есть часа три. Я хочу запустить стирку. Стирануть кое-какие там вещи. Полотенца надо перестирать. А вообще планирую. Уже, наверное, на следующей неделе у нас начнётся жара за 30. И нужно будет перестирать уже тёплые вещи. Зимние вещи подготовить. Посмотреть там, что может. Куртки, кофты, штаны. В общем, перестирать надо будет. Пока будет жара, нужно будет всё это быстренько просушить. Сложить уже и подготовиться к зиме. Обычно я это делаю всегда, когда жарко. Когда быстро всё сохнет. Вот. Поэтому сегодня это откладывается. Вообще, я думала сегодня начать вот это всё перестирывать. Постепенно, потихонечку. Но на этой неделе пока дожди, значит, этого не буду делать до выходных. Выходные дожди не будет. Но выходные у меня должна быть, по-моему, в субботу. Настя у меня будет. Ну, в общем, короче, будут выходные не до стирки. Ладно, лето ещё началось. Как бы всё это ещё впереди. Вот. Ну, сегодня ничего такого планировать я не планирую. Потому что у меня еды полно. В магазинах идти не надо. Готовить ничего не надо. Вчера я наготовила ещё и купила. Уже такие готовые блюда я вам показала. Вот. Так что сегодня я хочу закончить картину. Я сейчас сделаю картину там, где у меня парусник. Уже такая красивая картина вырисовывается. Ну, уже где-то четверть я сделала. Вот. Ну, и пока я буду втыкать вот эти алмазики. Не точечки, а алмазики. Я правильно сказала. Вот. Ну, и тем временем у меня стирочка. Одну стирочку запущу. Потому что если дождь пойдёт, я тогда с улицы быстренько перевешу всё в комнату. Вот. И всё. И сегодня буду я отдыхать, смотреть телевизор и втыкать алмазики. Наслаждаться жизнью. Хотелось бы мне уже, конечно, эти картины скорее повесить. Вам показать. Но я думаю, что это будет, наверное, уже в следующем видео. В это видео уже не попадёт. Потому что, ну, мне сейчас снимать нечего. И, в общем, я уже займусь монтажом этого видео. А в следующее видео, я надеюсь, вы уже увидите повешенные картины все готовые. Я так надеюсь на это. Если мне ничто не помешает, никакого форс-мажора не произойдёт. Дай Бог, чтобы его не было, этого форс-мажора. Ну, и хочу напоследок ответить на один вопрос. Мне в комментариях там кто-то написал, что вы Настю любите больше, чем Дэнни. Вот с Настей вы там смотрите что-то по телевизору одно. Вы её развлекаете. А с Дэнни сериалы смотрите. Ну, девочки, где вы видели, чтобы я с Дэнни сериалы смотрела? Дэнни как схватит пульт, и у него его не заберёшь, он у него не отдаст. Дэнни сам выбирает, что ему смотреть на большом экране. Но в любом случае, в каждой комнате есть по телевизору. Если мне что-то очень нужно посмотреть, я могу идти в другую комнату, включить там и посмотреть. Он смотрит своё, я своё. И я уже это снимала, кстати. Вот. Ну, а по поводу любить, я люблю одинаково своих и детей, и внуков. У меня нет разделения. Я просто люблю всех. А вот общение происходит по-разному, потому что Настя старше, она девочка. С ней одно идёт общение, с Дэнни другое. Их сравнивать нельзя. Дети совершенно разные. Вот. Поэтому, ну, в основном внуков, как бы сказать, я считаю, что я их балую. Я иду на поводу у них. По телевизору они смотрят, что хотят. Ну, с Настей, так как у нас телевизор один, чтобы у нас никто не скучал, поэтому мы с ней согласовываем. Что мы будем смотреть? Мы с ней выбираем. Сначала выберем что-то, что ей нравится, потом что мне нравится. Но я выбираю то, чтобы и ребёнку это тоже было интересно. Поэтому свои любимые программы я не смотрю. Ну, а по поводу развлечь. Тут уже зависит от интереса самого ребёнка. Если Насте что-то интересно, я просто предлагаю какие-то игры, да. Если Насте интересно, она может в это поиграть. В какие-то... Но так как она старше, ей это всё делать интереснее. Дэня помладше, и он ещё при том мальчик. Ему побегать, попрыгать, поскакать, побеситься, ему побаловаться. Ему нравится это больше, чем сидеть кропотливо, там делать какие-то занятия, какие-то игры. Ну, в любом случае, я же говорю, что мои внуки сами выбирают, что им делать и чем им развлекаться. Я не навязываю никаких игр, ничего я им не навязываю совсем. Кстати говоря, я так вспомнила, что не так давно писали в комментариях, что я Дэню люблю больше, занимаюсь я с ним больше, а с Настей мало занимаюсь и Настю типа не люблю. Теперь пишите наоборот. Потому что я Настю больше снимаю, так как я больше с ней время провожу, значит, теперь уже пишут, что Настю люблю больше. Ну, я же уже говорю, что одинаковая любовь. Просто вот по-разному, по-разному время сейчас с Настей приходится больше проводить, а с Дэней меньше проводить. Каждый из внуков, в общем-то, мною любим, я их обожаю, но отношения, так же, как и у людей, разные бывают. Вот, ну, это все ерунда, это все мне рассмешило, честно говоря, глупости. Это все глупости. Вот, ну все, девочки мои, я хочу это видео закончить. Закончить. Я сейчас пойду свою картинку писать, запущу стиральную машину, она будет тут стирать, шуметь. И картинку буду стыкать, наверное, до вечера. Все, буду отдыхать сегодня. Ну, отдыхать, это я так называю, отдыхать. То есть я картинку делать буду, это отдыхать. Стирать я буду, это значит отдыхать. Но отдыхать для меня, это значит никуда не идти, и, в общем, не готовить, никаких движух, движений не делать. Для меня это уже отдых. Вот. Ну все, мои хорошие девочки. Пишите комментарии, подписывайтесь, кто не подписан. И лайки не забывайте ставить. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok